МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня выпуски. За пару шагов до принятия новый законопроект об оказании социальной помощи хочет больше внимания уделить детям и строже отнестись к получателям АСП. Чего ждать в 2020-м от государственных пособий для разных категорий населения, расскажет Наталья Басмурзина. 11 интеллектуальных пешеходных переходов, установленных в 2018 году, перестали работать. В отделе ЖКХ отказались от комментариев. Ситуацию прокомментировали полицейские. В причинах поломки разбиралась Балсло Ликенова. Уникальные исторические документы привезли в Кустанай из архивов республики Татарстан. Теперь доступ к ним получат все казахстанцы. Каким образом, расскажет Татьяна Калюшная. 2020 год для казахстанцев может принести изменения в выплатах государственных пособий. Законопроект об этом уже одобрили депутаты мажлица парламента. К примеру, с 1 января предлагают увеличить пособия по потере кормильца сразу на 30%. А детям из малообеспеченных семей могут бесплатно достаться учебные принадлежности и продуктовые наборы. Сейчас этот закон еще не принят, но очевидно, что окончательное решение по нему наступит еще до конца года. Кого еще затронут изменения в выплатах соцпомощи, расскажет Наталья Басмурзина. Казахстан может начать Новый год с новых правил по социальным выплатам. Сейчас законопроект рассматривают в парламенте, и он уже прошел одобрение депутатов мажлица. Если до конца года изменения в закон примут, то выплата госпособий изменится сразу для нескольких категорий. Одна из них – малообеспеченные семьи. Механизм поддержки семей с детьми – это социальный пакет называется. Здесь будут бесплатные горячие питания обязательно в школьных учреждениях организовываться. Дети несовершеннолетние гигиеническими средствами будут через здравоохранение обеспечиваться. И планируется бесплатный проезд детям, учащимся в школах. Изменения коснутся и многодетных семей. Пособия им будут выплачивать независимо от дохода. Привязка будет лишь к количеству детей в семье. Например, за четверых пособие превысит 42 тысячи тенге. А вот уже за семеро детей они увеличатся до 74 тысяч. В отношении пособий по потере кормильца, работы или трудоспособности тоже грядут изменения. Их сумма может увеличиться на 30%. Все благодаря тому, что будут пересмотрены параметры, по которым она назначается. Пожалуй, строже всего в новом законе хотят отнестись только к поучателям АСП. Ужесточено в том плане, что каждому трудоспособный член семьи, претендующий на адресную социальную помощь, обязательно должен быть трудоустроен. В случае, если отказывается трудоспособный член семьи от трудоустройства, то адресная социальная помощь будет 100% отказана всей семье. Кроме того, для поучателей АСП увеличат срок обследования материального положения семьи. Если сейчас он составляет три дня, то с нового года может составить сразу семь дней. Это необходимо, чтобы лучше узнать реальное положение семьи. Новые правила применят к себе и люди с ограниченными возможностями. Для них откроет портал соцуслуг, где можно будет самому заказать средства для реабилитации. Из 55 видов технические средства реабилитации будут 24 вида с января выдаваться именно через портал. Это такие, как термометры, тонометры с речевыми выходами. И коляски тоже будут здесь и будут все действительно сам инвалид просматривать. Считается, что такой портал сможет сократить время, когда человек ждет необходимое ему средство реабилитации. Сокращение может быть от нескольких месяцев до нескольких недель. К тому же планируется, что портал станет реальной помощью и в другом вопросе. Технические средства станут приходить именно те, которые нужны и соответствуют запросу и индивидуальным особенностям человека. Единственным условием станет наличие ЭЦП, а его поучение людей просят побеспокоиться уже сегодня. Алексей Кудрявцев, Наталья Восмурзина, РТН. К другим темам. Новую программу по борьбе с наркобизнесом просят разобрать депутаты Мажелиса. Соответствующий запрос был направлен премьер-министру республики Оскару Мамину. По словам мажелисмена Каната Мусина, государственные органы, ссылаясь на данные Минздрава, докладывают о снижении потребления наркотиков и уменьшении числа наркозависимых в стране. Но, по мнению депутата, статистика отражает лишь треть реальной картины, а количество наркозависимых в стране, включая тех, которые не состоят на учете или потребляют наркотики другим, неинъекционным способом, можно грубо оценивать как минимум в 450 тысяч человек, то есть более 2% населения. Кроме того, по словам мажелисмена, последняя программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Казахстане была утверждена правительством в 2012 году. В 2015 году она была закрыта, а новая так и не была разработана. Еще одной глобальной проблемой депутат назвал распространение синтетических наркотиков. По данным ООН, только около 60 психоактивных веществ было зарегистрировано на территориях Казахстана. В связи с вышеизложенным депутаты просят правительство провести исследование наркоситуации в стране, а также в короткий срок разработать и запустить комплексную программу по профилактике наркомании и противодействию наркобизнесу с учетом новых вызовов и угроз, подкрепив ее достаточным финансированием. 11 интеллектуальных пешеходных переходов, которые установили в 2018 году, перестали работать. Их питание происходило за счет солнечных батарей, однако прослужили новые объекты дорожной безопасности недолго. Умные пешеходы так и не были доведены до ума. Тем временем полицейские все чаще предлагают горожанам просто становиться заметнее на дорогах, надевая яркую одежду. В проблеме разбиралась Болслу Аликенова. Ровно год назад пешеходный переход на пересечении улиц и улиц Издык-Батурсынова сделали интеллектуальным. Тогда на тротуарах установили датчики движения, а на самих дорожных знаках загорались лампочки при появлении пешехода. Идею дорожной безопасности кустанайцы восприняли на ура. Однако умный пешеходный переход проработал недолго. Изначально предполагалось, что в темное время суток над зеброй будет постоянно мигать желтый свет, предупреждая автомобилиста о том, что он подъезжает к пешеходному переходу. Год назад об интересной задумке нам рассказывал сотрудник отдела ЖКХ. Только человек подходит к датчикам, датчики начинают его считывать, сигнал поступает на сам знак, где человечек начинает ходить, двигаться, и начинает моргать стробоскопы. Сегодня же ни один из 11 установленных интеллектуальных пешеходных переходов не работает. В отделе ЖКХ Акимата Кустаная о ситуации говорить не захотели. Отчитались за неработающие переходы полицейские. Причины неисправности новых интеллектуальных пешеходных переходов, работающих на солнечной энергии, могут стать дожди, мокрый снег в связи с погодными условиями. По словам полицейских, они писали письма в адрес городского Акимата с просьбой устранить неполадки, так как эти пешеходы находятся на их балансе. К слову, неработающие инновационные пешеходные переходы установлены в нескольких местах по улице Таульсиздык, Павлова, Касымханова, Набережной, на проспекте Назарбаева и по улице Энергетиков в пригородном поселке Аманглиды. В неработающем состоянии маячки установлены на асфальте двух пешеходов по Таульсиздык. Полиции сообщили, что их планируют ввести в эксплуатацию уже на следующий год. Тем временем жители Кустаная с опаской переходят дорогу по зебре. К слову, сегодня в городе 242 нерегулируемых пешеходных переходов и только пять из них с кнопкой вызова. Копии документов, которым больше 200 лет, привезли в Кустанай из архивов Республики Татарстан. Порядка 1700 цифровых копий, по мнению ученых, позволят исследователям расширить знания об истории Казахстана. Среди привезенных документов, к примеру, письмо Екатерины Великой к Нуралы Хану и дело цензурного совета о запрете печати стихов Мржака Подулатова. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Этой осенью кустанайские архивисты в составе республиканской экспедиции побывали в архивах Татарстана. В течение 20 дней они вели поиск документов, касающихся истории Казахстана. Особенно специалистов интересовали архивы за 17, 18, 19 века. Поэтому и местом своих поисков они выбрали Казань. Казань на тот период, 18-19 век, являлся научно-образовательным центром для ближайших областей Казахстана. Понимаете? То есть наши уроженцы Степного края, так скажем, обучались либо в Оренбурге, либо в Казани. Фонды Казанского университета очень богаты, и я вам скажу, что они еще до конца не изучены. Причем, чтобы не повториться и не привезти в кустанай уже имеющиеся документы, архивисты сначала проверили местную базу данных. В итоге в Казани были найдены порядка 1700 уникальных документов. К примеру, вот это письмо, подписанное в 1771 году Екатериной Великой к Нуралыхану о недопущении волнений. Это было как раз накануне восстания Емельяна Пугачева. Вот, кстати, воспоминания о нем написаны арабской графикой от его сопременника. Эти документы кустанайские архивисты тоже взяли с собой для изучения. Есть письмо, благодарственное письмо Оренбургского генерала-губернатора султану Джентури Джингириеву от 29 мая 1829 года. И, естественно, они представляют интерес, почему здесь еще написано на двух арабской вязи и с переводом документ. Очень интересен, потому что работать с исследованием, кто не знает арабскую вязь, соответственно, работать с этим документом, этот документ очень доступен. Это у нас письмо начальника жандарского управления. Это касательно благонадежности выпускников, например, вузов, высших учебных заведений Казанского университета, именно выходцев казахов. А это дело о наложении ареста на печатные издания Мржек и Потулатова за 1912 год архивисты называют своей большой удачей. Они смогли скопировать его полностью, несмотря на то, что обычно разрешается делать копии лишь 30% от всего объема. На этих листах цензурная палата ведет разбор стихов поэта, чтобы запретить их печать. Также в Кустанай были привезены копии рукописных записей востоковеда XIX века Николая Эльминского с пословицами, поговорками и описанием быта казахов. Со всеми этими документами казахстанцы смогут ознакомиться уже в следующем году на сайте Национального архива страны. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Священнослужители мечети и Кустанайской области вернулись с третьего форума имамов, который проходил в Нур-Султане. А сегодня они делились своим опытом с коллегами и прихожанами. На мероприятии презентовали две брошюры «Семь духовных опор» и «Должностные обязанности духовных служителей». Какими качествами должны обладать имамы, расскажут мои коллеги. Имам Карасуской районной мечети Халык Кабиулы Абсатаров стал участником третьего республиканского форума имамов. Свою карьеру начинал еще в 1993 году, когда из рядового прихожанина перешел в разряд помощников священнослужителей. Начал изучать арабский язык и Коран. А теперь он сам обучает основам ислама в сельской местности. С прихожанами работает наша прямая обязанность. Помимо этого, у нас благотворительность должна идти. О 45 обязанностях имамов рассказывали представителям духовенства всей страны на форуме в Нур-Султане, где презентовали специальные документы, оформив их в виде брошюр. Одна из которых носит название «Жатырухани казык», что означает «семь духовых опор», которым должен придерживаться каждый мусульманин. К примеру, изучать Коран, читать намаз. Научить всему этому могут в любой из 37 мечетей области. Содержание религиозных документов пересказывали и сегодня на региональном форуме имамов Кустаная, который стал своеобразным продолжением мероприятий, приуроченных к важной дате. К слову, на местном форуме основной акцент был сделан в адрес прихожан, которые должны оставаться религиозными, любить Родину и быть честными во всем. Завершилось мероприятие общей молитвы. Хамзан Руписов, Балслоликенова, РТН. Далее в выпуске наша постоянная рубрика «РТН. Происшествия». Я передаю слово ее ведущему Виталию Луговскому. Спасибо, Айдос. Здравствуйте. Итак, о совершении на территории Кустанайской области двух особо тяжких преступлений, об изъятии незаконно хранящегося оружия у населения и о задержании кустанайского чиновника по подозрению в получении взятки сразу после небольшой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова